всем привет дорогие друзья с вами я мороз алексей компания кровь монтаж и так еду я сейчас на 2 диагностики оценить состояние кровельных работ и так приехал я на одну из локаций где должен провести диагностику видите за моей спиной такой дом в стиле шале сразу видно что здесь монтируется стропильная система делается кровля заказчик меня пригласил чтобы я в процесс посмотрел как ведутся работы и так сказать обговорил дальнейшие планы со строителями какие у них планы и так далее давайте коротко посмотрим материал вот сейчас видно здесь это утеплитель скандик року значит листы осп плиты двенашки но сразу хочу сказать сейчас идет вот середина ноября мокрый снег то ли мокрый дождь я бы так не хранил я бы полностью накрыл бы сейчас она берет себя влагу вот ведь прям капает вот очень сильно выбирает влагу в себя да и это у нас как ты пал как ты пал что это у нас за материал амбиент амбиент но это еще хорошо так как здесь уже заказчик попал на зимний монтаж кровли и хочу вам доложить что не вся битумная черепица монтируется в такой в данный период есть ограничения особенно до плюс 5 монтировать нужно черепицу из окисленного битума но вот в данном случае этот этот пример это sbs модифицированный материал изучайте матчасть его в принципе можно мы даже сами монтировали где-то было минус 10 какой-то затяжной объект это был зашли мы как холода но убрали из теплого помещения и быстро производили монтаж было без проблем вот пока ты пал это у нас тавик софт депон используя двухслойная мембрана нормально супер диффузионная вот ну сейчас оценим мы монтаж стропильной системы так тут уже ребята начали пароизоляцию это фол делать смотрю стыки проклеены вот этот скотч вот этот серый армированный рыночный вариант вот что он там по 200 рублей стоит это он отлетит буквально через неделю сейчас я им посоветую тоже материала чем заменить вот специальный к и так это у нас здесь мансарда второй свет а здесь у нас будет перекрытие утепление по потолку вот и вся беда в том что сейчас прошу дать мне проект ну проекта как такового а на дом еще что то есть а на крышу просто картинка вот картинка это к сожалению так по кровле общем виды кровли размеры основные а узлы не прорисованные то есть и строители тут я так понял у них вообще свободная форма выполнения работ как хотят так и могут строить по сути но это не правильно поэтому я и здесь вот перекрытие потолки высокие вот еще меня интересует вот здесь я видел входная группа тут типа такая терраса терраса здесь двускатная крыша врезается в этот скат все понятно да и так видел картинку 3d а вот и 4 столба вот она будет на 4 столбах этих металлических 100 на 100 ну ладно пройдем дальше и так поднялся я уже на крышу на перекрытие видите здесь основная часть силовая конструкция два опорных прогона сделаны три четыре точки крепления так как крыша двускатная это у нас стена там где зона армопояса один прогон второй прогон и противоположная стена и соединение на коньке как бы вот основная силовая конструкция вот но здесь вот не запилена но это не грубое нарушение гвозди мощные вот но я сейчас спрашивала горят там пятка запилена с обоих сторон на маурлате вот соединение на гвозди здесь из бетона заливались эти два столба говорит здесь просто декоративно обложили на клей так сказать пятеркой газа блоком вот еще не делали соединение в коньковой зоне и на прогоне видно что соединяли стропила пятка запилена вот видно что мне здесь не понравилось не понравился вот этот вот я его называю маурлатный тетрис но ребята говорит что бруса вот этого клееного мало все это должно быть из бруса тут все экономили как бы так здесь должно быть двойной прогон два бруса также и и с внешней стороны выглядит с лицевой сделали его двойной ведь с этой стороны он со всех сторон смотрится клееной красивый но внутри это заказчик сказал и экономить по возможности но выглядит это так как бы эта тема согласованного насколько я понял вот идем дальше что мне не понравилось еще вот балки здесь у нас проем проем он большой где-то метра два да даже ну два точно вот от этой стены к этой мало того что балки здесь состояние так большое 50 на 200 такую хлипенькую балочку поставили сюда на краешек тем более газоблок без армопояса и значит смотрите ведь пустоты какие там еще ну ребята говорят что еще уголками раскрепят но хотя бы спаренную балку бы поставили 2 из двух досок сколотили вот вот это место и вот это место соединение здесь где-то ребята сращивали 50 на 200 делали выборку в половину где-то там сантиметров 40 и соединяли вот на черные саморезы ладно бы но это еще все на краю висит эти места и здесь видите вот соединены полметра выбрано значит из 50 на 200 но лучше быть действительно срастили бы внахлёст шпильками соединили чем так и причем они на весу прямо на по самому краешку не не лежат на стене по самому краешку и вот это соединение надо доработать балку сюда помощнее поставить и либо спарена с прокладкой обязательно между собой надо каким-то демпфером проложить чтобы потом не промерзала в стыке ну что дорогие друзья здесь все поедем дальше оставайтесь со мной и так приехал я на вторую локацию где должен тоже посмотреть сделать диагностику состояния кровли здесь строят дом понятно уже дело к зиме и сейчас производит монтаж кровли здесь планируется битумная черепица технониколь ну и надо посмотреть состояние сделанных работ в общем заказчик беспокоится как идут дела тем более зимний монтаж для битумной черепицы такая вещь очень деликат сейчас конец ноября ребят грязище надо было сапоги с собой брать сейчас пройдем вальмовая крыша вижу здесь наверное холодный чердак сейчас отделка карнизных свесов идет софитом вот сразу что мне бросилось глаза ребят это листы осп не накрыты ковром идет мокрый снег сейчас буду разговаривать это что-то новенькое хоть хотя бы ковром должны были накрыть так здрасте не алексей зовут сеня очень приятно вот ну что вы построили дом уже практически дом видно осталось как говорится дом накроешь кровлей уже считается строение я понял а вы выбрали битумную черепицу специально это вас в проекте или как запланировано у нас нет планировано конкретно гибкая черепица но на сегодняшний день мы ее выбрали исходя уже из но хотели конечно композитную композитную по технологиям ясно но сейчас зимний режим как бы сейчас в зимние условия монтаж черепицы он такое дело деликатное ну алексей мы вас пригласили для того чтобы вы со своим опытом со своими знаниями оценили работы которые были произведены по крыше сказали о тех моментах которые нужно устранить либо что-то добавить хорошо сейчас ладно пойду заниматься так видим мы здесь продукцию технониколь ковры стоят правильное хранение а у вас где материал основной ганты еще еще не приехали а уже фанера там а листы у избы на накручена ладно сейчас здесь идет софит монтаж софита так вот сделано гидроизоляция но говорит что капельника конденсата здесь нет я не буду хотя его нет но крыша то принципе холодный чердак можно вообще обойтись без гидроизоляции честно говоря вот поэтому мы сейчас эту тему опускаем здесь ребята делают обшивку карнизных светов вот ну не знаю потом но я спросил а фасад же потом надо будет делать немножко клинкер заштукатуре приклеить проблем нет сейчас парень монтирует софиты объясню почему на лобовую часть мы не делаем так софиты мы стараемся отделывать это металлом сейчас покажу наглядно чтобы монтировать так софиты видите вот делают вторую элечку это вот окантовка для подшивки с этой стороны а эту делают и выставляя уже сюда софит но косой дождь попадая сюда будет наполняться бегать по этой канавке вот уже помимо желобов и посмотрите что происходить вот эта окантовка длиной 3 метра и вот она наполняется наполняется добегает до этого места видите просто прямо главным ходом вот эта струйка она будет постоянно пить также на фронтонах и боковые части поэтому рекомендую вот так не делать лобовые части и фронтоны видите что появляется вот такая струйка будет постоянно бежать то что сразу мне вызвало вопрос это монтаж листов usb не накрыта ковром строители говорят что задержка по материалу ну ковер то есть на месте я же видел а материала нет это большой минус потому что скажем сразу покрываете вы скаты листами usb надо сразу же накрывать подкладочным ковром тут же иначе что сейчас листы usb намокли намокли все производить монтаж кружевого материала и вообще не рекомендую во-первых там положенная плотность должна быть 18 процентов но сейчас померить здесь намного превышает я время в два раза а тем более и учитывая это зимний монтаж сейчас если не дай бог ударит минусовое минусовая температура постелить кровельный материал на это все то весной неизбежно появление вот таких шишек образования которые видно стыки и так далее когда фанера просохнет кровельный материал остался он естественно будет где-то проявляться у него вот эти пустоты шишки и так далее так называемый это первое и второе выяснилось что листы usb не резали абсолютно алексей как нам вот решить тогда эту проблему может быть нам поменять на металл черепицу пока не поздно пока не поздно но я вот я бы лучше допустим так и сделал при если взвесить все варианты при на меньшей потери битумная черепица вас еще вся в упаковках ее можно как бы сдать поменять на металл черепицу и потому что листы usb сейчас им надо откручивать значит они все мокрые их надо сушить пилить но этот самый сейчас еще и зимний монтаж у вас окисленный битум на черепица как бы в мороз в минуса монтировать не рекомендуется поэтому это есть определенный риск что уже сейчас при таком раскладе весной ваша кровля будет так сказать не совсем вам понравится будем так говорить будет какие-то дефекты поэтому если есть возможность поменять на металлочерепицу то поменяйте нет подкладочный подкладочный ковер это только под битумку им вот гидрозоляция же есть уже там просто им надо сместить обрешетку чуть переделать вот так будет но подклеить надо доработать с ней и обрешетку я бы так сделал поменял на металлочерепицу да и все итак дорогие друзья сейчас закончилось наше долгое общение со строителями с заказчиком пришлось даже открыть файл технониколь инструкция по монтажу битумной черепицы да потому что ребята сказали что они никогда не резали листы и усп впервые слышат никогда проблем не было столько строим но пришлось им открыть показать значит и этот момент обсудить то что листы и усп мокрые сейчас лежит на них снег мокрый дождь идет тоже каким образом это высушить хотя они говорят мы посушим газовой горелкой сейчас снимем но интересно посмотреть потому что это надо контролировать влагомером теперь это раз ну и чем мы закончилась итог выслушав все заказчик решил что раз такие риски возможно по весне может быть испорченным материал и так далее она спросила что ведь можно же вернуть битумную черепицу пока упаковки все целы она кстати еще не приехала сейчас только здесь ковры и карнизные элементы битумная черепица вот-вот сейчас подъедет я говорю конечно значит можно поменять и заказчик хочет металлочерепицу я говорю да это самое такое решение будет наверное правильное единственные потери будет здесь по листам осп они как бы испорчены но все равно при желании их можно на вторичке продать там по весне нам в полцены хотя бы но вот пришли к такому мы решению что заказчик говорит нет тогда будем металлочерепицу скорее всего делать вот так что так а изначально она хотела металлочерепицу но почему-то показался этот вариант дороже плюс говорит шумно на чердаке металлическая черепица будет грохотать ну и окисленный битум технониколь сделал свое дело как бы недорогой материал бюджетный как бы и вот только не учли что это кровля войдет в зиму и так дорогие друзья на этом все оставайтесь со мной смотрите наш канал всем пока